Покупаю запись на ютубчик и полетели смотреть, потому что сейчас уже заведут нам игру. Первая карта Numbani будет сайфер против кулера играть. Это Project X против... Точнее наоборот. Quake... Как там? Fortress? Quake Fortress против команды Project X. Командир у них Shadow. А капитан у Quake Fortress Cypher. И полетели, ребят, смотреть. С вами Фанат Рога. Всех еще раз приветствую. Всем приятного просмотра. Это полуфинал. Второй полуфинал. Первый уже выиграли команда Reunited. Ну и посмотрим, какой у нас пик будет в атаке. Я так понимаю... Так, кто у нас в атаке-то будет? Кулер. Команда Кулера. Это у нас будет Project X. Project X за красненьких, ребят. Игорь ГХ рубился уже? Да, ребят. И Вилов Геймс, и Джуз, и Абвер, и... Стик... Фаркем? Фаркем, да? Его зовут. Вот. Они уже проиграли. Зарубок вакеров, господа. Ну что ж, у нас есть Макри, Лусио, Рейнхард, Обезьяна, Шнец и Зиньят. Два саппорта, два танка и, как всегда, два дамагера у нас участвуют. За команду Кулера, за Шэдоу, который на Лусио, кстати говоря, играет капитан команды. Команда называется Project X. За команду под названием Quake Fortress. Капитан команды у нас Сайфер. Кензи на Макри, как всегда. Сайфер на Жнеце. Шэдоу Берн на Гензи. Очень интересно будет за ним посмотреть. Лусио, Зиньят и Шарик, как всегда, у нас на Рейнхарде. Вот Рейнхард Масхэп. Прям Масхэп, благодаря его щиту, благодаря его врывам. Очень хорошей ульте, которая станет противников. Всё должно быть замечательно. Ладно, смотрим. От первого лица будем смотреть. Так как это шутер, мне сказали, надо от первого лица смотреть всё-таки, как-никак. Ну и, на самом деле, как по мне, надо сначала вот так панорамочку сделать. Выбегают у нас игроки. Будут проходить через основной проход, соответственно. А у нас защитники, кстати говоря, где? Защитники на втором этаже. Опять же, через второй этаж, скорее всего, будет атака. Да, забираются именно туда у нас игроки. И Рейнхарды со своими щитами. Форсакен, Сайфер и Кензи будут у нас пытаться всё это делать через Рейнхарда. Отстрелить. Отстрелить, соответственно, начало щита Рейнхарда. Противников врыв пошёл у нас. Также очень хорошая ешенька от Макри была, которая застанила, но не успели, увы, Рейнхарда убить. Тем временем у нас минус шарик. Минус два игрока. Также нападение. И полетел. Полетел у нас кулер вниз по реке. Шэдов также умирает. Так, смотрим дальше. У нас есть ещё Рейнхард. Был, по крайней мере, живой, пока его не убили. Так, где у меня игроки? Так, и у нас Зиньята первый выходит. Зиньята, видимо, первый всё-таки умер у нас. Из команды нападения. И пока что защита всё хорошо сделала. Смогла всё-таки 64%, 65%. Да, у них уже скоро достаточно будут ульты. Вот, у Гэнзи уже есть ульта, между прочим. Которая, в принципе, нарезает бас. Дайте вспомнить. 120 хп, насколько я помню. Она нарезает. Жнец очень хорошую позицию занимает. Сразу же, если кто-то выйдет, да, то там будет всё замечательно. У него он сразу же в упоре очень много дамаги внесёт. Ладно, смотрим у нас по какой стене. По какой траектории пойдут нападения. Нападение, опять же, по второму этажу будет. Волна от Рейнхарда. Мне так нравится, что здесь ничего не надо накапливать, чтобы... Ну вот, пожалуйста, Жнец просто ворвался в спину. Сейчас будет настреливать очень неплохо. В итоге всё-таки убили уже Шарика опять. Давай смотреть, наверное, за Жнецом. Молот пошёл. Павел сделал ещё два минуса. За Генжи давай смотреть лучше. Генжи всё-таки под ультой пытается Жнеца убить. Здесь закончилась у него ульта. Жнец пытается найти всё-таки своего оппонента. Касс очень хорошо аннигилировал патрон Жнеца. Ну и всё-таки добил его. А она, к тем временем, добила его в итоге. Минус Павл. А, нет, всё-таки Шедоу Бёрн. У них просто такие масочки одинаковые у Жнеца и у... Шарика, что, блин. А, смотрите, дальше идёт аннигилировать у нас. Генжи очень неплохо отыгрывает. Сразу же минус. Макри делает. И... Две минуты с половиной остаётся. А пока что не даёт нападению пройти дальше автобуса. Да, Генжи очень быстрый. Очень... Такой персонаж, которого очень трудно поймать на самом деле. А он при этом может вносить с дальнего расстояния достаточно много урона. А в ближней, так это вообще забей. Это убийца. Убийца, убийца. Как Абверсакла? Проиграли они. Ну, Жнец. И будут заходить в спину. Генжи. Должен сейчас делать сразу же минус. Минус от Анака. Есть... Была хорошая ульта, видимо, от Рейнхарда, который застанет сразу двоих. Сразу же минус от Генжи. У Генжи, опять же, ульта есть. Также есть ульта Форсакена, который может спокойненько дать щиты своим тиммейтам. И, опять же, защита объекта будет на полном, но очень хорошем уровне. В итоге пинается тут Зиньята от Форсакена. Вот у нас какая-то задержка, я так понимаю, да? Или это... Непонятно, короче. Почему-то справа сверху не показывается мне, кто что убил. Так, отстань. Отставай, Гамма. Ну что, Рейнхард с ультой. Давайте смотреть за ним, потому что от его ульты очень много, на самом деле, чего зависит. Ульта от Макри не прошла, я так понимаю. Да, не смог он никого убить. Но Сайфер влетает просто под своей ультой. Шарик тем временем убивает также Павла. Ну и, опять же... Так, а как... Так, пригласил обратно. Я воина нашел. От Мина. Ладно, последняя... Последняя атака будет сейчас. Поэтому, понятное дело, Баффер делает ускорялочку, чтобы быстрее дойти до точки. Ну и давайте, наверное, смотреть за Рейнхартом. У Рейнхарта все-таки ультец сейчас должен... Ну он был, он был. Он не успел просто его использовать. И в итоге, обезьяна тоже не заултил. И в итоге, похоже, первый раунд уйдет за Сайфером. За командой Quake Fortress. Да, тут уже не успеют просто на все захватить точку. Не говоря уже о том, что надо ехать куда-то. И, понятное дело, что на всех парах движется Рейнхард и все остальные. Тут Генжи, понятное дело, опять же, пытается остановить все это дело. Минус от Кулера. Но этого слишком мало. И это слишком мало. ГГшенька, ВПшенька в первом раунде. За командой Сайфера. Quake Fortress берет первый раунд. Он уберет, берет. Да ладно вам. Еще борются. Еще борются. Еще дополнительное время не закончилось все-таки. И они постоянно его обновляют при этом. Еще минус от Shadow Burn. Три штуки. Три человечка. Ну и все-таки да. ГГ, поражение. Произошло. Ну и я так понимаю, Генжи как раз таки покажут сейчас эти три килла. Которые мы пропустили под конец. Нет. Минус три от Сайфера было, я так понимаю. Сейчас. Раз. Плэ. Да. Это вот уже было под конец. Очень хорошо ультанул. Очень хорошо ультанул. Вот они как раз таки. Минус три, о которых я говорил. И Shadow Burn сделал минус три потом. И жалко, я никого не могу похвалить. Очень жалко. Так похвалил. Shadow Burn так точно. Участие в 62% убийств. Ну вы понимаете. Это достаточно. Это очень. Это больше, чем достаточно. А у вас эти мыши показываются? Не, не, не. Когда я сверну, не показывается ничего. Хвали. Наш ты прокакали. Кого хвалить? Приготовьтесь атаковать. Я не могу. Кого хвалить-то? Скажи. Где мои маракасы? По такую музыку нужны маракасы. Подайте мне мои маракасы! Кто понравился, то вы их хвали. Но мне очень нравится, как Кенз играет на Макри. Прям вообще классно. А Shadow Burn на Гензе, это вообще заноза у кое-кого, кое-где. Может, ёбочка? Зачем тебе ёбочка? Наши это СНГ ребята, их хвали. Так вроде и хвалю. Так, подождите. У нас защита... Выиграла. А значит, у нас выиграли Project'ы. Значит, у нас Project'ы выиграли. Ну что ж, понеслась, родная! А можно меня тоже выпустить? Пожалуйста, выпустите меня. Можно было вылететь? Это да. Ладно, смотрим. Через второй этаж, скорее всего, опять же так пойдёт. И... Да, да, да. Не знаю, с чем выбран именно такой вектор. Постоянно выбирается. Но... У нас защита решила немного поменять. Вектор защиты. Соответственно, ребята в другом месте встали. Немного по сейфове. С дальних позиций, видимо, будут убивать. Поэтому взяли солдата. Жнец, конечно, должен... Вот это Гензи! Вот это Гензи! Господи, как же он нарезает спокойненько. Убивает несколько игроков. Как минимум, очень много дамаги им вносит. В итоге у нас есть минус. Очень много минусов. И защита провалилась. Благодаря Гензи. Гензи опять же идёт на чужую базу, чтобы... Анигилировать, чтобы не дать защитить точку. И в итоге Груз у нас поехал уже. Очень неплохо. Очень неплохо. Шедо Бёрн нас отыграл. Прям вообще молодец. Ну и Груз поехал. Соответственно, нам нужна обезьяна. Обезьяна должен щит поставить. И как только будут противники Рейнхард тоже ещё поставить щит. Поэтому Груз будет выбить очень проблематично для защиты. Теперь и, соответственно, у атаки... Ааа, что такое? ГГ? ГГ. ГГ. ГГшенько, господа. Если сейчас Quake Fortress возьмут хотя бы одну точку, то Анивин. Всё. Пасос. Как сказал Димаха, да? И Project X выигрывает первую карту. А... Нам... Тоже надо покинуть матч, чтобы создать... Они создали лобби опять. Потому что сейчас будет другая карта. Я забываю постоянно про это время, если честно. 3-2-2. Чё ж так быстро-то? Ну, а так получилось. Ну, пока что ещё 1-0. Ещё одна карта сейчас будет. Так что, ребят. Генжи имба, да. Только за него ещё надо научиться играть. Я лично пытался на нём научиться играть. Это реально очень трудный персонаж, как по мне. В какой команде Денрус? В команде Гудгеймов, которая уже проиграла. Класс, я даже понять, что игра началась не успел. Сайфер у нас какой команде? Я немного путаю название команд. Сайфер Quake Fortress. А, Quake Fortress. Всё, извините, да. Ошибся. Не Project X, а Quake Fortress выиграли первую карту, да. Чёт за три трая, два момента матча. Очень сложно. И пол-тима вайп несколько раз. Мент, так понятное дело, там более-менее команда, а честно тебе скажу, Денрус вообще не тренировался. То есть тренировки нет никакой. Понятное дело, что команда... Не, ну может быть у них были какие-то тренировки, но это было очень мало. Потому что, понятное дело, у Виловгеймс времени особо нет, чтобы тренировался с командой. Я такой, как тренируюсь с командой, не знаю, как выделяю время. Но у меня из-за этого и стримы реже, чем у Денруса, допустим, того же. Не по вечерам, а по утрам. Соответственно, Денрус, если бы стримил по утрам, такое было бы. А одна тренировка была, да, неполным составом, четвером, три часа, потом по капитану шёл. Выпьем запавших за ГГ. Это финал? Нет, это полуфинал. Это одна-вторая. Выигрывает Реюнайтед. Но при этом фонд у нас 16 тысяч рублей, это примерно, примерно 240 долларов. Так что, в принципе, почему бы нет? Ден во всем виноват. Да нет, они же все не тренировались, так что. Спасибо за стрим. На самом деле, если не я стримил, то стримил бы кто-нибудь другой, точно. Спасибо Гудгейму за то, что они сделали турнир. Вот это другое дело. Ждём начало матча, господа. Вторая карта. Карта Kings Row. Ждём, когда у нас админ и два стримера иностранных скажут, что они готовы. И тогда уже начнём смотреть матч. Ребят, что вы так негативно вообще относитесь к команде Гудгейма? Я понять всё не могу. Вы же знаете, что это всё занятые люди, это всё стримеры, это всё комментаторы, да? Это всё люди, которые, ну... Абберток каждый день стримит там с пяти... С пяти дня. Ещё просыпается он там чуть не в час. И до вечера стримит. Херстоун. Да, там у Джуса тоже постоянно стримы. У Виллфгеймс постоянно стримы. Я, увы, Стига в Аркем... Не смотрел, поэтому я не знаю, какое у них там расписание. Но они вроде как раз... Вроде неплохо играют. Ну, точнее, играли в игроках достаточно много. Так что... Ждём пока, ребят. ЗПС у нас его нет пока, что почему-то...